привет друзья с вами вами и это вновь него 2 подробно и сегодня мы поедем на третий сюжетный квест третьего региона птицы в клетке но перед этим немножко всякого менеджмента всего подряд во первых у меня скиллпоинты у отдачи я ничего не беру пока что хотя не я что-нибудь беру урон добивающих ударов а чтобы она просто не висела что там есть стилпоинт в магии я хочу в эту сторону идти во первых я хочу талисман печати жизни потому что это довольно полезно во вторых я хочу чародейское мастерство увеличивает им космагия меда так что возьмем талисман порыва он отражает вражеские выстрелы по моему он тратит при этом свою длительность но я точно не помню то что я его использовал буквально один раз ну да если по вам стреляют вы кастуете талисман он дает вам щита от дальнего боя как бы и выстрелить от обратного врагов потом будет такой же эффект на на тринкетах не совсем такой же там нужно блочить в последний момент и это весело так что в эндгейме талисман абсолютно не нужен но потом это не скоро в данном случае очень в обратне а я пожалуй поеду вверх сюда потому что тут есть в исполнении здоровья при проведении контрудара если мало хп в исполнении здоровья при захвате в облике йокай элемент огня и всякие другие вещи отхилл при получении эссенции души в общем полезная вещь сверху на отхилл так что возьму первый поинт и все здесь в самурайских поинтах я наверное могу взять немножко здоровья и что нибудь еще урон от магии урон от ловкости максимально восполняемый пульсациями объемки на 30 процентов для некоторых боевых искусств нормально и в нинджутсу как и в магии я поеду вниз но немножко по другой причине так что в нинджутсу тоже есть поинт который вот увеличивает емкость нинджутсу наверху и в принципе от него уже могу доехать и взять но мне это в данный момент не настолько нужно зато я слегка хочу взять вот это бережливость позволяет вам с некоторой вероятностью вернуть пули или стрелы нанесущие смертельный удар вызываю место противника а и для этого мне нужно всякие ядовитые стрелы все такое а и так же помимо этого я хочу взять вот это тут попробовать цветки левитации у них есть определенные применения не убирают в общем это свита который дает баф и под этим бафом я игнорирую эффекты на земле а и это будет полезно в ближайшем квесте на который мы сегодня идем и в принципе в паре конкретных моментов это тоже довольно полезно так что возьму один поинт здесь а и также на самом деле я возьму максимальные уровни всех перьев это что касается у 3 теперь титулы одео элементальный урона анима уран способностью край он я у меня нету хорошо а теперь немножко шмота и в частности у меня есть одна такая мысль и мысль это заключается в том чтобы побегать с другим типом оружия потому что отдачи под надоел немножко с одной стороны с другой стороны качать сейчас у этого отдачи абсолютно нечего из третьей стороны я хочу показать что просто что так можно что можно посреди игры взять и сменить себе полностью пушку и это от этого ничего прям плохого не будет в том плане что я не особенно потеряю какой-либо прогресс и сменю я пушку наверное на парнике и в этом есть кое-какой еще смысл заблочить свою текущей отдачи чтобы не разобрать его лучшим меня туда и возьму пока что вот эти вот две катаны если у меня что-то еще интересное из оружия глефа нет хотя тут ничего из дальнего боя парочка луков и пушек не хочу ничего с ним делать броню я уже проверял здесь вер в принципе это хорошая база скорости исполнения ки который который белый с красным кругом короче с японским флагом 2 процента скорости исполнения ки это один из наиболее положительных эффектов которые можно иметь встроенным на тринке на но все равно я довольно мало и тут еще и удача от индикатором рита терпимо но нет я просто все это разберу окей тогда разобрать все я надеюсь я действительно проверял в прошлый раз броню но не так уж и важно на самом деле и продать все все что не разбирается очень в общем да я возьму две катаны и казалось бы я бегал всю игру с отдачи так что отдача у меня в качан и две катаны должны быть сильно менее эффективны правильно но на самом деле это не совсем так потому что во первых нет ни хижина во первых что касается этой прокачки уровней у меня все условно поровну навык как раз который на 2 катаны влияет у меня немножко меньше чем всего остального но разница между 15 10 это копейки это там не знаю пара процентов урона так что тут никаких проблем немножко больше проблем вот тут потому что у меня вкачана куча стилпоинтов отдачи вернет не в этой менюшке лучше смотреть а вот этой отдачи 18 уровень то есть меня 17 навыков прокачено парники первый уровень то есть меня 0 навыков прокачено и казалось бы я прошел где-то наверное около тех же самых 17 квестов то есть в среднем она там по одному за квест качалась так что я сейчас возьму две катаны и за этот длинный сюжетный квест я получил там 12 стилпоинта и все будет довольно плохо потому что меня не будет обилок и все такое но на самом деле нет на самом деле это прокачка зависит от моего урона по сути и поскольку сейчас у меня эти две катаны сильно сильно лучше чем то что было самом начале игры то есть на первом квесте себя подобрал парни у них было бы там не знаю 80 урона здесь у них 456 урона а из-за этого они будут качаться сильно быстрее то есть концу этого квеста у меня там будет 10 у поинтов или что-нибудь типа того и так же я могу в принципе на них заролить скорее всего нет потому что мне не хочется тратить столько процентов на них бывает по моему она называется эффект мастерства или что-то такое но короче бывает стал что ускоренная прокачка мастерства может быть я хочу что-то что-то конкретно все-таки заролить брит и завод затрат и затратки на сильный удар пролом можно меня что-нибудь чуть-чуть адекватно хотя бы тоже затраты кино сильный удар от не очень хорошо на слабый удар было бы неплохо но качественному проценту мне сейчас нет правом навыкам может быть кстати хотя конкретно пролом не особенно помогает у парников у них нет хорошо пробивающих блок но у них есть один нормальный пробивающий блок навык но он будет очень не скоро но можно уронки боевых искусств пусть будет в верхней стойке хотя верхнюю стойку не настолько активно буду использовать ну ладно в общем ничего особо не ролится ну и хрен с ним в общем да я вполне могу так сменить пушку на первом прохождении по крайней мере дальше будет уже немножко более сильное влияние статов на мою эффективность но пока что на первом прохождении совершенно легко можно просто взять рандомную пушку которую я не использую ни разу и буквально к концу основного сюжетного квеста у меня будет достаточно скилл-поинтов чтобы адекватно ее использовать ладно ладно поехали птицы в клетке дают локон самурая и сет владыки кихоку и чем он дядя это меч из этого же света там два локона один горячий источник 3 миры тьмы 7 к дам ну и описание пусть замок нагомасы осажден он все равно отказывается выполнить требование на булаги отпустить госпожу очи штурм замка единственный выход но ведь ей придется быть там посреди опасности и хаоса так что хитая наша задача вытащить ее оттуда живой здоровый к счастью защитников замка хлопот хватает так что у нас есть прекрасный шанс пробраться внутрь и найти госпожи очи не подведи меня вы боевая подруга поехали резиденция даймео из рода адзай замок одани расположены на крутых склонах одноименной горы этот некогда маленький замок выстроенный на горном утесе превратился в огромную горную крепость благодаря гений адзай нагомасы и новейшим технологиям строительства сочетании стены закрытых построек однако похоже что до падения замка осталось немного его осадила армия рода о да и силы в этом противостоянии явно не равны ну и квест этот довольно дурацкий на самом деле но но в нем есть прикольный босс а ладно со стартом сзади меня лут не особенно полезный а у меня также немножко все нехорошо с моим скил 3 они все три а с моими скиллами своим ход баром сейчас разберемся тут лут немножко более полезное ароматное дерево и святилище а и наверное еще одна вещь которую я хочу сделать это поменять духа потому что я хочу для разнообразия опять же и для того чтобы показать побегать с духом у которого дикость тип и у меня таких 3 янами химия это все на воду восполнение здоровья от воды и сопротивляемость воде аниме враг с эффектом промокания автовосстановление здоровья когда у меня мало этого здоровья я не думаю что я хочу использовать водные пушки а тем более что босс этого уровня сам использует воду так что может быть прочь него она не особенно эффективно хотя он не выглядит как будто он должен быть ему не к ней но да в любом случае не очень хочу использовать воду амономе тори это молнии и не только скорость исполнения ки вполне неплохо плюс 20 процентов урона молнии небесный рейс пофиг скорость бега условно пофиг так что единственная полезность здесь это восполнение ки по сути и масару увеличение силы атаки при впитывании амриты неплохо и все остальное тоже довольно трешевая автовосстановление из могилы это шанс не потерять ничего при смерти не критично но иногда приятно заряд частоты на сильных ударах и чувства амриты по моему у меня и так есть на чем-то но наверное все-таки возьму масару потому что увеличение урона это всегда полезно оно не очень большое там тип процентов 10 может быть 15 по моему по моему меньше может быть меньше даже чем 10 но зато оно довольно часто активно то что впитывание амриты это довольно довольно частый эффект ну и да на этого духа нужно нужно что-нибудь добавить я наверное хочу оставить себе заблудчивого воина способностью кая пульса цикки анима количество золота все круто ну не количество золота пофиг на самом деле но они мои способность и укая пульса цикки это хорошие бонусы и вторым я хочу поставить что-нибудь что-нибудь дамаговые и выбивающие стамины может быть андреоки попробовать кстати он жрет шесть всего лишь столько же сколько и пандатор правильно не даже меньше чем и пандатор очень проблема андреоки в том что там долгая анимация так что может быть может быть от небольшая проблема но посмотрим посмотрим потестим я очень мало использовала душа андреоки не не сделать отношениях я кстати браули я был в своем не когда мы нет не права в этом регионе пусть будет большие сенсы душ но вообще хотел подготовить джицу мне не нужно три подмены зато мне нужно в эти огненные перья что мне наверно не нужно ни одной подмены и мне нужно парочку левитаций и здесь талисманы молний пять штук талисманы прорицания три штуки ну и выстрел молнии во все остальное 10 штук и теперь нужно все это расставить выстрел молнии сюда перри огненные цапли сюда левитации туда а я хочу еще все-таки все-таки сделать себе более адекватным ход бар в том плане что сделать себе эликсир в верхнем слоте на всех трех ход барах это мне кажется удобно ну ладно начнем спустя 15 минут после начала видео начнем проходить квест путь один вперед справа был лут сзади был лут и впереди есть дверь которую можно открыть лишь другой стороны и также там есть могила которую я могу отсюда призывать то есть там призовется нпс союзник и он не сможет ко мне попасть круто но не я не буду здесь шахтер справа там еще один шахтер его можно залочить он за бочками если я подойду к правому они сограться оба вроде бы этого можно согреть одного парники быстрые довольно слабые в плане урона западания хотя от атаки зависит и в основном они про спам но у них есть также достаточно интересные хорошие навыки в том числе достаточно дамаговые в плане одиночных ударов и один из них я сразу же возьму как только у меня будет стилпойнт но пока что у меня стилпойнта нет ладно эти бочки в них вонь и они накладывают вон если их ломать и когда нам не эффект вони я не могу нормально хилиться мы уже встречались с этим статусом как-то раз и это в принципе довольно неприятный статус потому что у меня дольше анимации хило если использую хилки и они хилят раза в три меньше так что это довольно неприятно а но здесь также помимо помимо бочек с вонью тут есть иногда бочки с водой которые этого не снимают и дают не ему на какое-то время так что стоит этим пользоваться а также там был вонючий шарик я один где-то уже находил но по сути это метательный предмет который навешивает на противника вонь то есть не дает ему хилиться и также понижает защиту чуть-чуть полезно на самом деле нет на самом деле не полезно я их ни разу не использую с какой-либо пользы они просто чтобы там вон стоит чувак можно в него тянуть вонючий шарик просто потому что я могу ну да дальше небольшая развилка пещера и не пещера если идти вне пещеру а то там чувак который агрится его с этой стороны нельзя убить то что он за решеткой а и когда он агрится по мне начинают стрелять с ракетами с холма ракеты эти дамажит не только меня на и врагов так что можно этим слегка пользоваться а также их можно блокировать полностью так что весело но на самом деле я не хочу сюда идти пока что и вместо этого я пойду в пещеру потому что мне не стреляют ракетами зато там новый враг паук довольно такой простой базовый враг у него есть такой вот выстрел паутиной конусом вперед который замедляет и который довольно далеко достает и кроме этого он пытается меня лапками бить а также иногда когда я бью его и ну как бы в тело как сказать а то он вот так открытуется что он переходит состояние что его можно критануть это как-то очень нестабильно работает каждой иногда его бьешь сзади он разворачивается мгновенно почему-то а иногда становится скритуемым я не уверен от чего это зависит но но да как-то она странно работает но в целом пауки это довольно легкие враги большую часть времени хотя их их сложность обычно в том что они вместе с другими врагами а также тут есть мелкие эти вот коконы из которых иногда можно достать мелких пауков которые то же самое на мелкие и более слабые а проблема парников кстати одна заключается в том что у них плохо все с трейкингом и они из-за этого часто промачиваются в таких ситуациях но посмотрим а тут еще один паук на стене а я кстати получил скиллпоинт так что надо что-то взять пока что я в основном использую силовой атаку из верхней стойки потому что она вертикальная по паукам хорошо падает и хороший урон наносит но также теперь я буду использовать крестное знамение что вообще я могу взять на первом уровне ураган крутилка из блока только верхней стойки довольно адекватно и после нее можно будет взять сокров цвету которая удар в прыжке на завершающий комбы и потом второй уровень урагана который тоже самое но лучше и потом меч воды которая спам правда вместо этого урагана что может быть не настолько хорошо но в целом это довольно полезный навык надо тут все на верхнюю стойку слева я могу взять парирование которое не очень потому что она даже не парирование атака после блока по сути я не вижу ни особого смысла но в принципе у парников очень много разных парирований и некоторые из них хорошие также у меня даже есть вот это вот наказание гордыни и магавы навык который тоже парирование а я никогда особо не использовал по тесте но мне кажется лучшее парирование если я найду вот это она очень простое по таймингу она очень хорошо дамажит и она роняет врагов так что по ним потому можно добивал кучу сделать но его и она лучше не буду пока что надо с этой стороны парирования слева сверху всякие пассивки а снизу у вороты что тоже не очень помогает то что это просто у ворот с альтернативным с альтернативной анимацией у него потом есть улучшенная версия которая дает баф дамага это очень большой баф дамага но по моим секунд на 5 всего лишь и в принципе в нижней стойке есть интересные вещи но в нижней стойке в нижней ветки как бы но самое самое ценное и самое лучшее из того что я могу в ближайшее время у парников взять это вот это вот левая нижняя ветка бог ветра это пинок после которого делается атака после которой делается еще атака и такой простой комбо которая хорошо дамажит хорошо вносит амину и вообще в целом очень универсальная кроме проблемы с трекингом что она иногда не падает и потом там еще и навык с правом хорошим так что вся эта ветка ее стоит условно в первую очередь брать но совсем в первую очередь возьму крестное знамение 2 уровень то что это яй атака из ножен дамаговые и красиво а ну ладно в общем после этой пещеры я выхожу на тоже пространство где по мне стреляли ракетами теперь вот там вот был туда по мне стреляли только тут по мне не стреляют и также стреляли по мне оттуда я как раз туда сейчас попаду и смогу разобраться этим но сначала сначала кстати стоит вот это применить и надо было бы забэкстабить этого лучника но я случайно согревал ракетами пытаюсь давать парирование и магововская но у него странный тайминг теперь его нужно делать раньше чем рак начинает атаку ну или должна быть медленно атака интересно можно ли там что-то еще сделать с ним нет ведь меня интересно но менее эффективны чем другие варианты но также она роняет если сразу после отводить тоже интересно ну ладно плюс скиллпоинт я возьму второй уровень красного знамения потому что тогда я заряжаю сильно быстрее и это сильно приятнее также здесь можно было увидеть к даму внизу и можно к нему спрыгнуть и взять его но я попозже его все равно возьму так что пока что это не буду делать а и да тут тоже небольшая развилка на холме ракеты там чувак и спуск на всю эту секцию как назвать мне постоянно хочется сказать поляну но это явно не то что тут происходит но также здесь пещера и пещера тот самый short cut который был в начале и также пещера это новый враг еще один тессо и это враг который накладывает эту самую вонь массово разными способами и сам по себе это несложный враг но он неприятен так же как и пауки в сочетании с другими врагами потому что воню накладывает постоянно в том числе просто своим существованием по сути так что если если в бою есть тесса то я не могу хилиться и этим он неприятен ну да у него есть такая красная атака и пока что кроме этого я ничего особо не покажу потому что до этого на него хватило но потом с ним еще разберемся потому что эти враги будут массово встречаться на этом уровне здесь же когда он был за бочками с вонью но они сломались во время боя здесь также горшочек с грязью а это метательный предмет который не дает менять оружие и может быть использовать активные предметы или нет подожди чтобы липкий горшочек от такой горшочек грязью тогда это что вонич а он создает овяжку свою 1 ясно а тут также можно увидеть лут и еще один будущий черткат это стоит запомнить потому что там лут надо и это выход к самому началу также тут есть еще один проход и паук на потолке если паук на потолке он делает вот так а и также еще один момент касающийся пауков они за каждое попадание по себе дают амриту по сути кроме того когда они в критуемом состоянии видим потому что сейчас он этого не делал но за каждое в обычной ситуации за каждое попадание по себе дают амриту так что если у вас есть от хилл с амриты то пауки это это аптечки по сути а ну да а также тут есть лужа вони такая вот и на этом уровне они еще будут и светки левитации которые я брал в том числе и на них работают к сожалению очень недолго работают но да надо эту пещеру зачистили а есть мне еще один стилпоинт нет не стилпоинт магии талисман ударной волны оружие стреляют блинчиками удобно но не очень нужно наверно возвращаемся в эту секцию и идем вот сюда тут собака и тут шахтер а по идее крестное знамение должно быть дамаговать чем просто бэкстаб но я не уверен а также я не уверен работает ли это парирование нет ну и кайф что некоторые такие белки которые как бы из блока или парирование или еще что-то они работают в том плане что они считаются обычным блоком но не здесь нужно именно чтобы противник белоружием ладно попал надо все было не очень эффективно но это в основном потому что у меня нет нет навыков я не могу делать нормальные комбы дальше здесь идет всякие там запаски и прочие подобные вещи которые мне не нужны так что поедем брать вот эту левую нижнюю ветку и начнем с улучшенного ворота в нижней стойке который не очень нужен ну ладно и дальше я могу этими ракетами воспользоваться а там башня из которой чувак дудел на меня и агрил по сути эти ракеты так что если этого чувака убить то ракеты по мне перестанут стрелять даже если все все с респауниться кроме этого чувака и как сделать чтобы этот чувак не респаунился вот так примерно тип а вторая ракетница ничего полезного не делает может быть если сначала не заходить то там где-нибудь враг стоит я точно не уверен типа один из тех кто не согрелся когда заходил на эту локацию ладно неважно а проблема в том что если так башню снести с чуваком то чувак не другой тут но также там абсолютно трошевой чувак так что он в любом случае не особенно дропа этот сейчас не получается уронить может это не просто именно кончилось за там какая-то особая анимация так все хилки потрачу это на самом деле слишком медленное парирование потому что она парировать только когда я уже встал в стойку и у большинства врагов атаки слишком быстро то есть если он если я прожимаю это мгновенно как только я вижу что он начал атаку то я уже не успеваю так что да она не очень работает на на самом деле мне не сюда вниз а сначала мне вот сюда вот на крышу потому что на крыше лут и также я спрыгну вот в эту сторону и здесь судама и судами я отдам какую-нибудь душу допустим сыны козы и все равно не использую хотя способностью к и пульсации те может быть я их буду использовать на вот этот вполне можно выдать а вообще нужно было с ним поговорить и посмотреть хочет ли он чет конкретного но если они забудут то со следующим поговорю ну и по-крайней мере он не хочет ничего конкретного мне отдать ладно этот чувак согрелся стилпоинт у меня нет и внутри дома кроме этого чувака ничего нет но я хотел подняться сюда тут была башня и тут стрелы просто тут соль тут задумываю чувак как смотри как я умею неплохо и здесь же когда мы которого мы видели сверху и последнее что тут осталось это внутри дома чувак который меня не видит меня увидел не сразу но но увидел хотел в нижней стойке у парников просто супер спам том числе и силовых охотяня на силовых не настолько спам все равно довольно быстро все надо еще один момент кстати который надо было чуть раньше наверное упомянуть об меня у духа дух меня теперь с дикостью и он делает вот так вот он дешится это очень полезно не для парирования атака просто в разных других ситуациях то есть мне выбили стамину и в меня летит еще одна атака я могу взять и удашится то что это не тратит самину это работает даже когда я тяжело дышу из-за того что мне выбили стамину хотя не в самом самом начале этой анимации или там я делаю какую-то комбу вижу что враг атакует беру и дальше прямо из комбы в этом плане это самый удобный дух и самый лучший для именно использование его в обычном геймплее также он самый быстрый им проще всего канцелить всякие там перья и все такое но при этом им немножко тяжеловато контрить красные атаки потому что по сути когда я дешусь за мной остается два моих силуэта таких и чтобы законтрить красную атаку нужно чтобы эта атака попала в этот силуэт в большинстве ситуации это работает так что я дешусь во вражескую атаку этим удобно например даже не дашить а контрить чарджи всякие то есть враг в меня чарджится я дешусь в него и это его контрит обычно но тайминг немножко странный к нему нужно привыкать и в целом в общем это самое сложное по моему для для использования как каунтер обилка надо тут собака там чувак катит бочку можно этим воспользоваться гриб собака это обычный йоги обычная не силовая атака из верхней стойки довольно хорошо моя дорога потому что она чисто вертикально осевая в принципе тоже нормально в райдрага она немного он горел немного более диагональная но все равно работает так что с этим все прошу также 3 кадама и следующая секция и тут тоже чувак с башни дудит чё чуваки прибегают я могу сделать вот так это было не особенно запланированный я думаю я сейчас получил урон во время зарядки красного знамения но он не добил немножко но прикольно получилось ну да тут еще один чувак башни который дудит и которого с этой стороны не убить тоже башни закрытая и после этого по мне начинают стрелять куда оттуда ну или или не начинают начинают еще и вон тот чувак а и тут тоже есть пещера она правда чуть дальше но суть также что в меня стреляют я убегаю в пещеру и по этой пещере обхожу и выхожу в тыл тем кто стреляет также у меня был сью-поинт это парирование не не буду его брать наказание гордыни все равно немножко лучше ну хотя просто чтобы показать выпад демона также я хочу сюда поставить что-нибудь увеличение урона от силы но она копейку даст не пусть будет молния ну да я бью паука из него вылетает огромная куча амриты тут донах таки еще паук и каждый такой вот шарик который мне облетает он меня хилит на 50 сейчас он меня не хилит потому что у меня фуха поэтому это не показывается но если бы мне не хватало хп то это было бы очень быстро отхилл ладно следующая пещера там несколько тессов и что немножко хуже здесь вот слева паук который стоит согреть и отманить также можно не он приортилить молнию также в этих коконах тоже мелкие пауки с ними стоит справиться до того как сражаться с тессу еще раз что он умеет граб довольно недалеко достает и после граба огромное окно для урона убегает назад делает красную атаку которая просто дашь кидается вонючими шариками которые накладывают вонь бьет просто лапами в разных вариантах еще граб прыгает на жопной тяге и этим накладывает вонь а это была особая анимация у ворота ну и все такое есть одна довольно редкая так когда он начинает круги нарезать по парень и он делал ее когда я прошлый раз таким сражался в начале уровня и она в основном бесит тем что камеру ломает полностью ну да также его хвост это узи мое место атаки в хвост станет его по крайней мере пока он светится такая красная атака он просто идет вперед и ведет лапками собственно да все он довольно уязвим к огню сильнее чем к остальным элементам вроде бы так что огненные перья здесь как раз в тему и основная все-таки опасность этого противника в том что он не дает мне хилиться один на один все несложно но когда там тесса плюс еще какие-то враги то очень легко поймать вонь и без актива немножко сложно жить а тут еще один тест в пещере можно его забег стабить но слева паук который не особенно дает это сделать так что лучше сначала садить паука отойти чтобы не шуметь и теперь подойти обратно и все-таки с бэкстабить это обычный стоп это все получилось резко и быстро но я сделал что я вообще сделал красное знамение вроде бы и сразу же после этого закон тревога красную атаку это выбил ему всю стамину возвращаемся в эту секцию там тессы наверху там вот еще один тесса где-то за углом он сюда особо не выходит но если если я туда подойдет он может согреться тут в бочках вода и здесь справа лут вода дает не имун кого не которая на земле и слева я выйду как раз к этому тесса а он лицом сюда так что за ставить его не получится но получится сделать так андрюки хорошо дамажит окей и здесь локон мага меда и у меня есть поинт который я могу вкинуть в пинок и у меня есть поинт магии который я могу вкинуть в талисман ударной волны еще один почему-то возможно перевод мне кажется это должны быть немножко разные названия но это дает а удержку когда я использую пульса цвете я чуть пробовал тестить мне она не показалось особенно эффективным но не знаю может быть какой-то смысл в этом есть она теперь у меня спинок средней и нижней стойки после слабой атаки а и от пинок очень хорошо выбивает стамину и на этот пинок я поставлю в средней стойке мастерский разрез чтобы сносить большие конкретно вот насколько он много сносит типа три удара и у тасс нет нет стамины вообще я сказал что это эффективно для того чтобы канцелить атаки и перья и все такое и их нифига не канцеля просто по два раза кастую надо неважно теперь выходим сюда тут еще один кадама слева чувак стоит рядом с бочкой гриб чувак получите этого мастера дня а тут тоже чувак стоит рядом с бочкой на самом деле пока что я на него забью и пройду в эту сторону и в этой стороне гигантский скелет а скелеты очень любимых уроники так что я вас 2 пинков роняю и здесь же шахтер немножко уворачивается но в принципе тоже выбивается плохо и тут можно снести башню с чуваком с дудкой и это в никуда стреляет типа там какие-то баррикады ломаются абсолютно бессмысленно дальше все-таки вернусь туда где чувака взорвал потому что с него есть лут и здесь есть немножко более полезная ракетница там йоки и можно его так убить это довольно долго потому что на него нужно против 5 выстрелов так что я не буду этого делать ну да а этот чувак очень бесит уже нет и тут можно снести немножко по этому йоге жаль у меня уже не перьев просто у меня есть молнии и бонусный урон по врагам на которых молнии которыми я нифига не пользуюсь кстати так что может быть стоит когда-нибудь поменять сет и может быть даже после этого квеста а я согрел может быть даже после этого квеста потому что сет который дают за этот квест он довольно неплохой поначалу который сет в лады кики хоку она вообще хотел опять же выстрелить в бочку и взорвать этим чуваком он согрелся ладно дальше можно вернуть это вот чего согреть я хотел показать эту атаку ее можно делать не как парирование как просто тычок из блока но также ее можно делать как бы как только враг меня ударил я одновременно при этом у нее нет никакого скилловый элемент потому что только что ею сделал именно в момент удар по мне это заблочила атаку но урона я наношу столько же то есть это не что-то такое что можно там таймить перфектно в момент атаки противника этим делать что-то крутое это просто атака которая делается из блока на самом деле она при этом не не дает непрерывный блок то есть там есть пара фреймов во время которых я могу получить урон по моему они ближе к концу самой атаки то есть это работает только если враг гиперброней затанчивал затанчива то но все равно как бы у кастетов есть оппортунист и вот это вот именно прикольно атака что ее нужно в прям в момент удар противника прожимать и тогда она наносит сильно больше урона и блокирует этот удар если бы отработала так же было бы круто но вместо этого это просто тычок который наносит копейку урона меньше чем обычная так по моему и поскольку я дамажил 139 если просто как этого чувака ударит это также чуть больше только она из блока и выпад в общем я не вижу смысла надо тут копейщик а на самом деле я делаю слегка неправильно может когда я выбиваю противником стамину сделать вот так и потом добивалку то что это и храняет в таком случае и это добивал к плюс крестное знамение матери там на крыше только стрелы мне немножко лень за ним забираться но есть лестница там в доме чувак тоже с парниками потом еще раз красное знамение иногда получается теперь если это враг который не перекатывается не перекатывает сразу как только он выходит из бивалки то это работает в доме тут ничего не было с этой стороны я пришел но тут есть лут также стоп они все правильно до башни было здесь запутался ну и в этой секции осталось два пути во первых вот те ворота этот путь дальше по квесту и во вторых можно зайти за этот дом тут чувак и собака и тут также тот самый йоги по которым я стрелял перед тем как с ним связываться я возьму второй уровень бога ветра у меня после пинка есть еще одна атака также тут на самом деле не должна быть мир из мы изначально или мнение не все правильно должен быть я путаю да да есть мы йоги чувак давай твои рога сломаются не считается глюз надо я могу кого-нибудь из них выманить и вот то о чем я говорил в плане трекинга я ударил пинком справа от него можно сделать так класс йоги развернулся это он зря теперь остается враг который создает мир тьмы и в данном случае его тут просто нет потому что он из тумана спавнится что чуть странно я применю левитацию не потому что она нужна потому что она по моему будет давать меня скиллпоинт ринджет надо этого аэро ничего особого мы с ними уже встречались много раз можно андрей прожать можно было бы перри прожать если бы не у меня были или можно так добить и это все ради сундука которым немножко кусков губернатора сята губернатор надо и с этой секции все дальше идем ворота поднимаемся на эти ворота и берем следующее святилище я могу взять уровень наверное еще магия 20 потом ловкость до 20 потом и то и другое до 25 потом до 30 а потом уже все остальное качать хороший план ну да следующая секция мир тьмы чувак башни дудит по мне начинают стрелять холма все довольно стандартно кроме того что непонятно куда куда деваться как то вообще все проходите что что происходит но на самом деле я просто иду вперед тут спавнится корокко но я игнори его избегаю пещеру если он пойдет за мной будет сражаться здесь то можно его сразу убить но он обычно не заходит сюда тут же можно взять кота пойти вниз там стеля церкви бузы а тут яки который задал джо мутинок надо и здесь же огромная река воню или что-то типа того а тут есть вода и тут есть лестница вверх на самом деле я сначала спрыгну сюда или даже не сначала то что вверху там по моему абсолютно ничего нет надо спрыгну сюда и пройду в эту сторону потому что два тасса один готов а тут можно было бы использовать цветы клевитации чтобы это его не берет правда у меня все еще вода активно так что не нельзя было и на самом деле перед тем как связываться со вторым я потрачу стилпоинт и возьму бог ветра 3 теперь я могу делать двойную атаку а после пинка но для этого нужно ее правильно прожимать то есть если я просто спамлю кнопку то у меня получается то же самое что было до этого вот это 2 но если я прожимаю именно в момент если у меня есть там именно это если я прожимаю это именно в момент пинка самого то делается займя атака который очень хорошо дамажит испытаем он задоджил это не считается и потом можно красное знамение этот футбар а это дыхание которое он использует она не просто накладывает вонь но еще и дамаг наносит какой-то ну ладно дальше мелкие пауки а тут есть парочка слаймов с которыми особо не нужно связываться но но можно при желании это ядовитые слаймы они простые он дропнул броню серьезно надо еще один но я доверих слаймов мы уже видели в кости вменное святилище ничего особенного и тут также есть вот этот проход и это шорткат в самое начало лестница которую мы видели и мы также видели лут вон там и это немножко важно потому что это одна из самых хорошо запрятных секреток в игре потому что здесь стена которая не особо заметно если к ней не подходить подходить мне не хочется потому что вонь ну да тут также нет трупов которые показывают что это все на хочет так что может быть сражаемся до сражаемся тоже не особенно удобно кромсательную река б немножко всякого хлама и здесь будут на трупе и также здесь сундук в котором локон ниндзя так что это еще и полезная секретка тот лут я подберу немножко позже пока что я поднимусь сюда а ну и да это шорткат к самому первому светилищу то есть я могу в принципе вернуться и активировать его она вроде бы против этой страны и потом оттуда сюда приходить но в этом как-то нет никакого особого смысла потому что оттуда бежать просто дольше сюда также здесь есть паук на потолке то есть хилка и также здесь есть нпс не можно дать ему вонючие шарики или эликсир на него не берет корр и на тая шкач чтопа каши монота и ну таби 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 с ману васи не на нико вакете кренка с и таби 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 сману и теперь можно кормить чувака вонючими шариками мэгун демором и монку а юмай таби-таби с ман и тсм с манну коррева рейджа у китры камень души и на самом деле сейчас у меня больше нету а на самом деле нужно его кормить вонючими шариками потому что он за них выдает пару интересных вещей два чертежа шлемов конкретно он сначала дает типа камень души потом может быть еще один камень души он выдаст я не помню или что-то такое или может быть нет может быть сразу к шляпу перейдет но он даст свой шлем который имеет на самом деле довольно полезный эффект встроенный стойкость периодически урон который можно заролить на чем угодно но как бы так он будет встроены на шлеме это удобно и потом он даст часть чертеж своего шлема и потом он еще какой-то другой шлем дает и чертеж этого другого шлема но увы мне больше нечего ему дать зато вот этому чуваку можно дать бочку и удар падения и перья которые не падают потому что он джит хотя почему нет падают тут еще шахтер не проблема и тут еще будут королевская танца и я бы хотел применить левитацию и пробежать обратно но увы придется пробежать обратно так нахтен у меня даже не успеть нас акция а я хочу просто подняться сюда то что пришел к началу этой пещеры я хочу подняться сюда и показать что тут ничего нет тут был скелет так что то есть лут с этого скелета и тут есть нпс ревенант союзный и больше ничего и дальше я выхожу на улицу впереди туман справа лестница и тут есть чувак с бочкой есть чувак который стреляет ракетами но сначала я пробегу вот сюда и убью вот этого чувака который стреляет не ракетами потому что он согрится пока я буду с вами сражаться и это будет очень нехорошо матерь нет нет чувака я пытался бочку взорвать это нечестно нет у меня кстати парень получишь тоже не какие-то выпадали за фест ну-ка тут 473 при полной прокачки по сути меня ничего лучше нету вы ладно теперь этот чувак как-то так и теперь минус башня и 2 ракетница ничего не делает как обычно это по моим тоже ничего не делает когда меня там нет может быть можно затаймить наш там шахтер ходит может быть можно затаймить попасть в него не уверен наверное да потому что он вроде бы кругами ходит вокруг этого вокруг этой бригады у меня не могу не грабить Еще поинт парников Может быть вот это Это если я бью противника в блок И у меня пушки отскакивают То после этого можно силовую атаку сделать И оно хорошо пробивает То есть там много пролома Или может быть Что-нибудь еще Вообще я возьму ураган Потом не вверх не стоите, особо нечего делать Ладно Но я вернулся к началу Это вход в ту пещеру В которой я только что был И здесь Рока Который этот мир тьмы создает Так что его стоит убить Так же стоит не ловить его грамм Ураган? Отойду, пожалуй Не забавлюсь, это какой-то он живучий И как-то он в огне По правиле У меня кто-то сзади сыгрался Это нехорошо Я, пожалуй, отойду Попробуем еще раз На этот раз ты не будешь В огнях Ты будешь просто мертв Матерь И теперь мир тьмы нет И можно Попнуть этого Йоки И этого шахтера Как ты начал Удат в т prost правиле Не, не там вообще чуть ком бы ничего особенного то есть я использую чисто это это ну и там просто там села из верхней стройки заблудчивой и все то есть это не какие-то супер крутые комбы это просто вот я сделал там пару атак пинок это перешел в красное знамение из красного знамени там так ну и всякие там добивались красный атаке все такое а тут мудина и тут была башня но но тут ничего нет я пожалуй потрогаю святилище чтобы восстановить заряды из правов и чтобы взять леву тоже неплохо все равно тут был мир тьмы так что все эти могут из респаунились кроме одного йоги наверху причем почему-то вот этот йоги не респауниться хотя он не в мире тьмы не ясно 1 2 я не буду трогать и вместо этого я спущу сюда и буду разбираться с этим вообще-то хотел сначала забавиться надо не уверен почему у него выбилось со стамена так можно можно добивайку будет делаться ладно почему дядь кому нужны эти добивал ки вы так убью но это было как не очень хорошо ну и теперь заходим замок замок немножко странный в том плане что его можно проходить разными способами теперь могу пойти туда и здесь подняться на второй этаж я могу пойти на правый типа там подняться на второй этаж там подняться на первый этаж потому что я сейчас в подвале по сути но теперь я могу в трех разных местах подняться на первый этаж потом там тоже трех разных местах подняться на второй и можно проходить по разными способами и одним из них я воспользуюсь не уверен что он оптимальный но разберемся сначала хочу тут всех погреть и поубивать хотя это немножко сначала я зачищу подвал полностью паук а это так кстати паутины она достает немножко дальше чем чем она визуально иногда почему-то сейчас сейчас нет эти бывают ситуации когда она вроде как визуально меня не достает но на замедление накладывает может быть это не у таких пауков а у мелких только но у некоторых пауков иногда такое бывает но замедление довольно быстро проходит так что на самом деле пофиг а тут йоки блин я пытаюсь делать атаку который мне нет и йоки этот охранял немножко лута здесь ничего под лестнице тут ничего под лестнице под одной из лестниц код под еще одной из лестниц кодам никогда мая судама но не под этой тут немножко воды чтобы не ловить вонь тут шахтер сверху и тесса слева я чуть-чуть подождал чтобы тесса развернулся может иначе он бы согрелся ну тут патрулирует отлично и здесь же кодама он вообще за бочками с какими-то на их взрывом снесло также здесь лут который мне недоступен почему-то я не могу забраться на эту платформу хотя казалось бы также лут который мне доступен и вот здесь вот есть подъем на второй этаж на 1 на верхней скажем так и здесь есть еще один подъем и этим подъем я воспользуюсь тут есть еще один подъем еще выше и с этой стороны я мог бы этим воспользоваться но на меня могли бы согреться пауки а ну да здесь пауки а в том числе огромный паук который по моему не респаунится но сейчас разберемся я пойду не к паукам а на второй этаж сразу а тут чайки сквозь стену агриться но они не могут ко мне попасть нормально окей на втором этаже мир тьмы а и заходить таким образом удобно потому что вот этот чувак создает мир тьмы и как бы я к нему сразу прихожу и сразу выключают мир тьмы то что если приходить с другой стороны на второй этаж то там нужно через толпу пройти чтобы отмерть вырубить что успел подойти йоги согреться но также это ему не помогло но также он тем что согрелся и выбежал сюда за мной он вышел измерить мы так что когда мир смы отключился это не снесла ему сети весело да еще один скиллпайн парников а я возьму вот это сокров цвету теперь мне верхней стойке есть что делать в комбах у меня 20 лучника у меня у меня хуже статус полезных нет а тут в полтора раза больше защиты хорошо ну да теперь я все-таки поднимаюсь на верхний этаж там кто-то где-то получил урон или что или почему ко мне прилетает амбрит ясно на этого стилят я убью так и здесь можно перейти к такому мосту тут нужно быть немножко аккуратным и внимательным потому что этот рычаг повернет этот мост на 90 градусов но также тут дверь которая открывается только с этой стороны если ее не открыть и и упасть вниз например или умереть или еще что-нибудь после того как я поверну мост я не могу сюда еще раз попасть так что это не очень хорошо надо мост повернут его только один раз можно повернуть обратно я не могу и также здесь есть вот такая вот . которую можно скинуть на паука и после этого можно спрыгнуть и это обычно его добивает теперь на меня согрена пачка мелочи пауков здесь нахтение загруз только один наш к страну просто цвету ясное знамение от которого паука вернулся можно добить его этим камера что-то что ты делаешь 1 да тут немножко пауков обычных по маме я вот это быть так вот больше их явно должно быть больше просто один на потолке и он не согрелся ну плюс мелкие окнах ладно большой паук который тут был он по сути ничем не отличается от мелких кроме того что он не станучиться то есть мелкие средние пауки мои удары их станучат выбивают из любых их действий большой если вы бить сзади в тело как бы его то он станется если его бить спереди то он не останется и не выбивается нет немножко неприятно надо здесь судама и опять с ними не поговорил не посмотрел что ему нужно и это дверь двери так работают и здесь святилища я не буду его пока что трогать потому что я хочу зачистить первые два этажа в смысле подвалы первый этаж и большую часть второго этажа короче я хочу все зачистить чтобы в общем чтобы не респаунились враги потому что сейчас я пойду там на второй этаж тут респауни с респаунице мелкие по крайней мере пауки если отдохнула мне может быть нужно будет сюда еще раз попадать так что я пока что забью на это святилище этот подъем туда где только что был на втором этаже только я тут был не везде а там чувак был и тут вот а если бы я приходил не со стороны паука на первый этаж то я бы сначала попал к святилищу и потом бы поднимался сюда проходил вот здесь вот по красному мосту а этот чувак сыгрался 1 пофиг здесь это хрень здесь же гигантский скелет здесь же справа скелет лучник которого я расстреливал здесь же йоки и здесь жены махаги который создает вертвы они все сюда могут в принципе подходить и через все это нужно пройти чтобы убрать мир тьмы так что это сильно менее удобно ну да а тут можно открыть дверь с этой стороны чувак невежливо так стрелять это спуск светилищу обратно а и также я хочу показать одну вещь перед тем как что-либо делать мостами еще здесь тот самый лут который я видел на платформе на который на которую не мог подняться а тут дыра и если я поверну этот мост то же самое касается 2 моста который я уже повернул я просто не показал заранее там там такая же фигня но если поднялся если я поднимусь здесь и повернует мост то во первых я получу себе путь боссу потому что босс там во вторых я получу путь путь к тому луту но в-третьих я могу просто прыгнуть здесь и забрать этот лут это не что-то ценное но все равно матери я поднимусь на второй этаж с этой стороны потому что нужно его дочистить и 1 тоже уже кстати меня 2 как раз не нужно дочистить потому что это разве что вот это не взял сундук один не открыл так что остается первый этаж здесь чувак которого можно с этой стороны звук ставить с другой стороны это подлая засада потому что он сквозь дверь у меня атакует это уже так у меня здесь еще один чувак здесь спуск там закрытая дверь и все так что пока что пока что не буду с ним ничего делать тут еще два чувака эти чуваки которые меня одни сквозь решетку и это еще один подъем из подвала тут был йоки тут был тассо оттуда я заходил так что я мог подняться здесь но тогда те чуваки на меня играться этот чувак сквозь сквозь дверь меня пытается убить и в принципе с этой стороны как бы менее удобно заходить на вокацию ну ладно последнее что я не сделал на первых этажах это вот этот второй мост крутящийся тут тоже есть дыра для того чтобы в нее упасть нужно этот мост повернуть и здесь еще один кадама и горячий источник это дверь открывается только с этой стороны и я попадаю в комнату где был чувак задач а и теперь я использую святилище наш на первых двух на всех этажах кроме пути к боссу мне больше делать нечего так что я просто полезу святилище в эту боссу на уровень мне не хватает духа я менять не хочу так что все поехали это чувака стоит видеть тут тут и тут последний кадама и тут последний враг до босса я могу и так что касается самого босса может быть стоит переключить духа скорее всего стоит переключить духа может красными кажется тут тут вообще на самом деле это такая ситуация где есть смысл переключаться между разными духами во время боя потому что в мире тьмы он не контрится особо красным духом и хорошо контрится другими двумя а не в мире тьмы наоборот красный лучше так что начну я с красного а потом разберемся нет ли у меня парников которые сразу были бы дамагами нет ну тогда поехали как и это как и 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 а дайна гамаса довольно прикольный боссфайт он почти всегда начинается этого прыжка кроме этого не стрелять блинчиком крутилки всякие его особенность такая интересная это тот факт что у него есть крыло которым он блокирует если в этот момент его ударит это меня как бы станет и он делает контратаку и от этого можно увернуться даже если я вверх не стоит его бил но нужно спамить ворот и это от этого блока отскакивает все то есть его нельзя ударить так чтобы у меня пушка не отскочила это такая вот лица красным духом и только красным духом в принципе у него довольно мало старины так что он хорошо выбивается также если бить его по крылу по основанию как бы то это дает амриту и стадерит его лучше например с меня переключу духа потому что этот вот чардж в воздухе не контрится но он контрится красным если правильно затаймить но это очень сложно но да в мире тьмы он немножко агрессивнее есть такой выпад красный который просто выпад вперед у него есть полет в полете он выпускает пачку самоводящихся снарядов и потом либо делает граб от которого нужно уворачиваться либо делает выпад который нужно который красный атака но в принципе полет легко контрится а то же самое если бить его по крылу то это его чуть стадерит и дает амриту это как бы взимая . надо было дуга использовать 1 но если не пытаться показывать его мувсят а вместо этого пытаться дамажить его то все немножко проще у меня нет стилпоинт еще одного нет надо попробуем еще раз прыжок а все что он делает в принципе блокируется кроме грабов естественно а и не уверен можно ли кстати да можно даже от этого блока ставить правда он хорошо хорошо этот блок убирает а если вы не хотите контрить этот его выпад в воздухе то достаточно просто отбежать далеко и он у него как бы ограниченная дальность он не может быть так а так как так 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 это довольно больно дамажит водой но в этом очень легко не стоять также это уже есть для войны атака и до его блока на самом деле хорошая возможность ему застануть и потому что я блокирую его атаку он блокирует мою атаку и после этого делает контрударные перекатываюсь и оказываюсь сбоку от него и могу спокойно ударить стамена выбил он чуть-чуть неприятен с более зависящим от комбо оружием типа глеф и типа а кастетов там там это мешает что он постоянно блочит и я могу сделать по нему одну атаку и после 20 парникам более-менее пофиг а дачи более-менее пофиг большая часть оружия более-менее пофиг а с него также падает навык навык на катану а это выпад примерно такой же как у адачи на зажатие тела атака и прям такой же как и вот этот красный атака довольно полезный потому что как минимум у катаны нет ни у одиночной катаны потому что на одиночную именно катана у нее нет ничего на зажатие сильной атаки в принципе а так будет от выпад и он в некоторых ситуациях очень помогает но увы мне он не выпал ну и собственно все довольно прикольный басфайт приятные интересные и музыка классно ладно поехали а Ах... Ах... Ко... Это... Что вы увидите... Что вы увидите, что вы увидите... Что вы увидите? Кто ты? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Для того, чтобы их вкачать, нужно сделать квест на мастерство И для того, чтобы квест на мастерство получить, нужно, по-моему, сто Сто или сто двадцать тысяч этого мастерства И типа сейчас у меня тридцать тысяч Так что нужно еще какое-то время с парниками пробегать Потом я получу доступ к этому квесту на мастерство И после того, как я его пройду, я смогу вкачать эзотерику И это также анлокнет один сейт-квест, за который дают полезного духа Так что это немножко важно И почему-то так только с парниками вроде бы То есть мастерство парников открывает один сейт-квест С остальным оружием, такого вроде бы нет Ну или может быть у меня уже было мастерство, когда эти сейт-квесты появились Так что я просто этого не знаю Но вроде бы все-таки такого нет с другим оружием Ну ладно, есть ли у меня еще какие-то сиаты новые Броня фанатиков вроде бы уже была, это на крит Обсидиановая броня явно уже была, сет губернатора Довольно красивый, тяжелый сет Белый такой, бело-золотой Но... Но нет Это шапка на огненный урон Шапка узур-паттерн на чувство врага Кто-нибудь еще интересное? Нет Ванзингари на Амриту Не помню новые это вообще или нет Не, вроде бы больше ничего нового не должно быть Ну ладно, тут тоже ничего интересного Тут тоже ничего интересного Тогда за кадром Я еще раз пробегу этот квест Причем скорее всего именно просто пробегу до босса, игнорируя всех врагов Получу с него остатки сета И на следующем, в следующем видео Эквипную сет и будем делать остальные сет квесты Тут парочка Тут парочка Тут один Три из них это дуэли То есть тут будет два Нет, тут даже не парочка, тут один То есть А это дуэль И это дуэль Это дуэль И это квест полноценный Но короткий Так что будет один квест и три дуэли на следующем видео Ну а на сегодня на этом все Я надеюсь вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok